Иванову несказанно повезло, рассказали ньюсмейкеры на пресс-конференции в Интерфаксе. В городе впервые проходит финал всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба» среди команд юношей 2000-2002 годов рождения. Участники – 12 команд из разных областей страны. У Иванова, как у хозяина соревнований, преимущество. Два участника – команда «Вымпел» из областного центра и районная команда «Вичуга». Пока Ивановская область не хоккейный регион, по сравнению с нашими соседними регионами – Ярославской областью, Нижегородской областью, Московской областью, судить. Но мы достойно конкурируем с той же самой Владимирской областью, где выделяются колоссальные средства, я могу сказать. Соревнования будут проходить каждый день до 2 февраля – с 8 утра до 8 вечера. В последнее время хоккей – невероятно популярный спорт. После таких турниров, я вам реально скажу, 16 человек пришли записываться в секцию. От 6 до 7 лет. Это тоже дает какие-то результаты всей гости и звезды. Это тоже нужно. Звезды тоже приглашены. На церемонию открытия приедут герои сериала «Молодежка». Отчасти из-за них в хоккейные клубы городов сейчас выстраиваются очереди. Ивановскую команду «Вымпел» тренер из Москвы Александр Сердюков считает перспективной. Всем даем шанс играть. И нет такого, чтобы ты хуже, ты лучше, ты играешь. У меня есть человек, не буду называть фамилией, грубо говоря. Хоть я и человек новый, но с следующего сезона он едет на сборы в МХЛ. Поэтому я считаю, это большое будущее у нас у всех здесь. Хоккей – не только спорт для настоящих мужчин, но и очень дорогой вид. Как для самих участников игр, так и для организаторов состязаний. Например, только борты коробки стоят, как новенькая иномарка представительского класса. Для самих хоккеистов дорогая форма, защита, инвентарь. Еще один минус спорта – травматизм. Но молодым спортсменам это даже нравится. Я занимаюсь два года с половиной. Мне нравится, что там жестко играют, голы забивают, сплоченный коллектив. Мы дружим в команде, иногда за друг друга встаем. Когда в борьбе, так мы помогаем. Если тренер сказал, к ней лезть в неприятности, мы не лезем. То есть слушаем всех и помогаем. Главное для игроков, считают организаторы, моральная поддержка трибун. Посетить турнир «Золотая шайба» сможет любой желающий. Организаторы установили демократичные цены. Просмотр одного соревновательного дня обойдется в 20 рублей. Пока на трибунах немноголюдно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.